Здравствуйте! В эфире программа «Смотрите, кто пришел». Почему она не стала хирургом и как рождаются ее песни? Об этом и многом другом поговорим сегодня с моей гостью, поэтом, музыкантом и лидером группы Охра Ольгой Ильинской. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! А скажите-ка мне, пожалуйста, какой ваш любимый цвет? Цвет? Все оттенки зеленого. Все оттенки зеленого? А почему тогда группа Охра? Группа Охра – это вообще пришло неожиданное название. Во-первых, я рыжей стала года 4 назад примерно. Убедила моя парикмахер меня стать рыжей. Сначала я стала рыжей, а потом уже появилась группа Охра. Но название пошло не от цвета волос, а от безысходности. Потому что я уже не знала, куда бежать, кому податься, как придумать название группы. Как обычно думаешь, ой, будет группа, я назову, найдем название. Нет. Очень долго я искала его, и потом просто решила, возьму слова, все слова на 4 буквы, которые из 4 букв состоятся. А почему именно 4 буквы? Что это за волшебная цифра? А потому что это группа коротко, ясно, быстро, хорошо запомнить легко, писать легко. В общем, как-то так. То есть, как говорит у меня Гаврилова Баскеталиска, скандировать легко. Если что, вдруг мы добьемся этого успеха, и нас будет легко скандировать. И выписала, наверное, слов 20, и все участники группы сошлись вот на одном слове буквально. Там 2-3 слова выбрали, и Охра была в первых рядах. И все выбирали не потому что я рыжая, а потому что Охра, все думали, я думаю, это желтенький такой цвет. Ну, желтенький такой, желтенький, оранжевенький. И все, и звучит так емко, ярко, красиво, и все. Получилось так, что оказалось, это относится ко мне прямым образом. Так, тогда у меня соответственный вопрос. Я так подозреваю, что группа на момент поиска названия уже была сформирована. Группа была сформирована, скажу больше, там был не один состав группы, было не одно название. Было даже одно название, с которым мы выступали. В нескольких местах. Потом распалась группа, поменялись музыканты, и я сочла, нужно поменять название. Соответственно, то есть новый проект, новую жизнь вдохнет. Оля, скажите мне, пожалуйста, когда вас захлестнула музыка? Когда она вас схватила в свои такие мощные объятия, и так схватила, что до сих пор не выпускает? Ну, это вообще такая долгая история. Можно начинать с самого рождения. Папа у меня музыкант, автор-исполнитель. И я, начиная от того, что мама, когда я находилась у нее в животе, она была на сцене с папой вместе, на всех концертах его выступлениях. Ну вот, я родилась уже под влиянием музыки, можно сказать. То есть у вас практически и выбор это не было? Выбор был, я хотела стать хирургом изначально, когда была очень маленькая, почему-то мне очень нравилось лечить кукол, делать имугольчики. В общем, я хотела стать хирургом, это вообще недалеко очень от музыкально-творческой профессии. Почему? Недалеко? Ну, вот, или звезда. Даже как-то папе заявил, папа, я буду звездой. Не важно где, да? Да, я буду звездой. А он мне говорит, Оль, может быть, ты не будешь звездой, будешь человеком? Я говорю, в смысле? Я же не поняла, какой он смысл-то вкладывал, очень маленькой. Он мне сказал, ну ты же будешь звездой, а звездой на небе, как мы будем с тобой видеться, общаться? Давай давай станем с человеком. Я только потом поняла, конечно, смысл, да, который я это вкладывал. Вот, звезда и хирург. Две профессии. А музыка, музыка, она постоянно за мной шла, я за ней, она за мной, вы им как-то всегда были связаны. Я не могу сказать, что я не смогу без музыки жить, но жизнь уже будет абсолютно другая. Она уже другой смысл будет иметь, ей будет ли вообще иметь. А музыкальная школа была в биографии? Была музыкальная школа, не закончена, было училище искусств, не закончено. А что ж так-то? Как-то вот я все бросала. Хирург манил? Нет, хирург не манил. Мне просто было интересно многое, что я поступала на хореографа в училище искусств, причем практически успешно, и на актрису поступала, театр и кино. Много было всяких моих пожеланий, но в итоге я поступила на режиссера и закончила. Режиссер, наверное, это громко сказано, постановка театра и зону представлений, но тем не менее с этим связано. Вот это образование дает вам какую-то, не знаю, вернее, оказывает какую-то помощь в вашей сейчас деятельности? Как ты режиссерская? Да, режиссерская. Конечно, конечно, безусловно. Даже если говорить о том, что пишешь когда песню, ты текст оформляешь по-другому. То есть смысл другой вкладываешь, правильно этот смысл расставляешь. Начало, там, серединка, финал. Не смысл, что я пишу песни так расчетливо, естественно, это порыв души. Но ты уже знаешь, где чего, как что, как правильно сделать, хотя бы в этом плане, в этом смысле. И написание сценариев, например, проведение каких-то мероприятий. Это очень много. Я же еще провожу мероприятия, бывает, временами. Вы знаете, вот хочу спросить, недавно был благотворительный концерт, в общем-то, инициативой шла от вас. Как вообще возникло желание у вас, у успешного музыканта, у ведущей каких-то мероприятий, вдруг организовать благотворительный концерт вам, Ольге? Зачем это надо? У меня мудрый человек один спросил, для чего ты занимаешься музыкой? Просто какая-то беседа была, такая непринужденная, для чего ты занимаешься музыкой? Каждый человек, когда занимается чем-то фундаментальным, он должен знать, для чего он это делает. Потому что нет цели, нет... Нет какое-то движение вперед. Да, нет движения вперед. И я очень долго думала над этим, как вообще, так что, действительно. Мне это даже с колеи выбило какое-то время, я даже подумала, может быть, действительно, если я непонятно, для чего занимаюсь, если не заниматься этим. А потом как-то само оно по себе пришло, и раз, благотворительный концерт. Я хочу, чтобы моя музыка помогала. Даже не потому, что я искала, искала, искала ответ на вопрос, а потому что вот я хочу, чтобы музыка помогала. А потом уже я поняла, что это вот ответ на вопрос. Для чего я это делаю? И, как мне кажется, это вполне достойное применение творчества, да, помогать кому-то. Пишешь песни, поешь, и приходят люди на мероприятия. Ну, пусть, они, конечно, не бесплатно приходят на мероприятия, но они эти деньги, они не мне в выгоду идут, а идут на помощь конкретно какому-то человеку, в данном случае детей. Мне хочется помогать детям. А вот скажите, вот ощущение как музыканта отличается от того, поешь ты на благотворительном концерте или на концерте, в общем, на который ты получаешь гонорар? Вот чисто психологически, а чем? Вот сейчас я могу ответить. Я не знаю, как это выразить словами вот правильно совсем-совсем, но когда ты выходишь... И, естественно, когда музыкант поет, он в любом случае, куда бы он ни выходил, он должен петь души, выкладывать все свои ресурсы внутренние, там, да, там, за деньги, за деньги, это не важно. Но когда ты поешь за деньги, это... Сирон, ты понимаешь, это за деньги, это люди пришли, они заплатили, они ждут, я не знаю... Удивление какого-то от вашего творчества? Они ждут чего-то такого, вот давай, там, да, удиви меня, там, да, вот ты раз приехал... Докажи! Докажи, да, докажи, вот, правильно, кстати, спасибо. А когда ты выступаешь на таком концерте, я один раз выступил, пока еще первый раз такой выступал, такой был концерт, ты выходишь и уже изначально светишься, понимаешь, тебя уже ждут. Вот просто понимаешь, тебя ждут, потому что знаешь, что ты делаешь это от всей души в любом случае, потому что человек, который занимается благотворительностью, он все равно в любом случае это от души делает, ну, как без души, да, то есть в злости не поможешь другому человеку, да, он, в любом случае, здорово. Как-то вот так, и ты уже по-другому светишься, по-другому. Я себя ощущала прям, прям так-так-так не было, как-то даже над сценой парила немножко. Не знаю, я объяснила, как бы понятно, непонятно, но вот как-то вот так это ощущаю. Хочу немножко тогда опять снова вернуться в историю вашей жизни. А как появились первые песни? Как вообще вдруг возникло у Ольги Ильинской желание взять ручку, листок бумаги и сесть и написать текст, музыку и пойти к зрителям? Ну, это как бы уже заразно от папы пошло. Он писал, пишет до сих пор музыку и тексты, песни сам их исполняет. И лет в шесть я подошла к папе и говорю, пап, я написала стихотворение. Ух ты! Да. Ну, покажи. Ну, конечно, я ему прочитала, он так ничего там это не сказал серьезно. Он сказал, вот, Оль, давай сядем с тобой и вот на счет времени времени нет, разберемся. И мы всегда разобрались, он мне объяснил, что такое рифма. Я, оказывается, написала сегодня рифму. Написал потом в рифму исправилась стихотворение, и все как-то потом прошло. Но, а лет, нет, года через три, наверное, девять лет я написала уже стихотворение, наверное, пятнадцать уже таких вот. И они были опубликованы в газете даже, стихи только, музыку пока не трогала. А потом как-то, наверное, лет двенадцать я почувствовала неимоверное душевное страдание. Не знаю почему. Ну, это нормально, это такой возраст, хочется пострадать. Да, мне так стало тяжело и себя жалко, я написала такую трагическую песню, и музыку, и слова пришла к папе, он, конечно, на студии все это записал, сразу все сделал, сказал, Оль, давай только эту песню буду петь я, а не ты, потому что там, лет двенадцать, ты понимаешь, что тебе как бы не совсем много лет, понимаешь, ты переживаешь, это будет выглядеть немножко со сцены, со стороны. Не искренне, да, как бы не поверят зрители. Да, 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 ну вот, а на тот момент мне казалось, что я вообще очень сильно страдала, но я эту песню не пела. А потом потихоньку пошло-пошло, но очень, мне кажется, для, хотя для музыканта, наверное, нет такого слова поздно, да, для спортсменов, может быть, а для музыкантов нет, мне кажется, что, может, даже и поздновато. Первая песня увидела свет, когда мне уже было больше тридцати, скажем, лет, вот, просто она лежала, я понимала, что она достойна увидеть свет, и что я сделала? Я гуляла с колясочкой с младшим сыном, и решила, что давай-ка я уже начну действовать. Эту песню записал мне аранжировщик, замечательно сделал такое обрамление, аранжировку. Потом я пошла на студию, записала с голосом эту песню, и думаю, почему бы и нет, братья, так радио отправила на трансмит, эту песню взяли, и она до сих пор играет. Ну, и как все остальные песни. А потом пошло, все, видно, какой-то период жизненный прошел, когда ты что-то пережил, где-то что-то переболел, какие-то травмы получил, радость какую-то определенную. То есть, все равно, ну, как писать песни, или стихи, или картины, там, рисовать, творчеством заниматься, когда ничего не пережил. Нельзя, не получится. Оно вот пустое, не наполненное. Вот, либо смотришь на кого-то, вот, да, на чьи-то опыты и страдания, там, не знаю, переживания, радости, от них там заряжаешься и пишешь. То есть, у песни всегда есть какая-то история? Конечно, она какая-то есть. Например, ну, самая первая песня была, какая история? Мне просто было очень хорошо, мне было так радостно и весело, она такая получилась, радужная и веселая. Она и называется «Странная игра», там все так странно и интересно, вот. И каждая песня у меня, это какая-то прям вот надушина, это часть меня уже, и это пережитая, написано не просто так. Например, едешь в автобусе, или в ванной моешься в душе, и понимаешь, вот сейчас, вот сейчас, и пошло, и пишешь песни. Прям там, в ванной в душе? Было такое, что я прям телефон брала и пела прямо на диктофон, что там не ушло, когда я выйду из душа. Сразу рождается музыка и стихи? Сразу, сразу. Бывает, текст догоняет немножко потом, главное записать, как мне важно очень, записать хотя первые две-три строчки, чтобы оно вот не ушло, а потом оно потихоньку так, как бы, и пишется. А бывают песни сразу, раз, и она подняла до чего, до конца. Вот группа Охра на сегодняшний день, это команда единомышленников? Да, вот сейчас могу сказать, да, потому что сейчас собрались музыканты, которым интересно творчество, именно мое творчество. Практически все, 90% состав группы, играют со мной, потому что нравится мне музыка. Это, это, и это мне нравится очень. А вы вообще вот такой тиран руководителя группы или очень демократичная Ольга Ильинская? Ох, это, конечно, нужно спрашивать у моих музыкантах. Ну, по вашему мироощущению, приходите на репетицию, говорят, а я тут вот шедевр очередной написала, так быстренько сели, все репетируем. Нет, так я, конечно, не делаю, я приношу готовую. Ну, я утрирую, конечно. Да, 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 я понимаю. Я, конечно, очень взбалмышленный человек. Мое настроение, оно меняется там, я не знаю, не то, что за один раз 10, оно может в час меняться раз 10. Моментально я такой человек, я не умею скрывать, не умею притворяться, поэтому сразу все видно на мне на лице. И они от их перепадов настроения очень сильно приоритет страдали. Их это, скажем так, не очень нравилось, может быть. Ну, это некомфортно, когда руководитель то смеется, то плачет, то еще не знает, что там делать. А потом я постепенно, потихонечку научилась, как мне кажется, я думаю, что я научилась уже правильно руководить, в хорошем смысле руководить коллективом музыкальным. И у нас уже такие отношения сложились дружеские. Мы нормально, очень хорошо общаемся, мы тоже доверяем. Ну, очень хорошо. Мне кажется, сейчас я умею это делать, хотя, как я была с бабушкой, так и осталась, но я, по крайней мере, научилась немножко управлять чуть-чуть. Вот. И они ко мне привыкли. Ольга, спасибо огромное. Ну, что я вам хочу пожелать? Я вам, конечно же, хочу пожелать творческих успехов вам, вашей группе. А вам лично мне очень хочется пожелать, чтобы вы вот на протяжении своей жизни вот не растеряли и не погасили тот вот огонечек, ту небольшую чертовщинку, которая прыгает в ваших глазах, чтобы ваш рыжий огненный цвет волос, он переносился и на ваши мироощущения. Удачи вам. Спасибо большое. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся ровно через неделю. Не пропустите, вас ждет встреча с очень интересным человеком. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!